Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев и это шестой урок видеокурса Landing Page для начинающих. Мы продолжаем с вами изучать Adobe News и наполнять. И давайте продолжим оформлять первый влог. Следующий мы загрузим обложку, соответственно у вас свой какой-то контент, но принцип добавления у нас с вами один и тот же. В картинку добавляем, значит берем прямоугольник, пока произвольно делаем такого размера. И мы с вами это уже делали, когда делали задний фон, да, заливка и кнопка добавить. Я добавляю свою, опять кликаем заливка, точку ставлю по центру и еще вот можно воспользоваться дополнительной функцией подгонка. Заполнить или исходный размер. Ну какая вам подойдет больше всего. Можно сделать по размеру. Соответственно если мы возьмем инструмент выделения и потянем за маркеры, у нас картиночка увеличивается. То есть мы можем выставить тот размер постера, который нам нужен. Можно сразу просмотреть в браузере. Если сравним, то явно больше в моем примере, в моем демо. Можно вот так. Ничего страшного, что у нас слой с картинкой как бы накладывается на текст. Если этот текст у нас не ссылка, то мы ничего не закрываем. А так, если нужно, чтобы текст был выше, да, то вы уже знаете, как слои перекладывать. Сейчас в предпросмотре уже ближе, да. Не обязательно мне сейчас делать тот же самый размер. Главное сейчас вам просто понять принцип, то есть элементарные вещи данной программы. Которые вам позволят уже делать свои лендинг-пэйджи. Следом у нас идет текст. То есть я беру опять инструмент текст. Приблизительно рисую прямоугольник. Вставляю текст. Выделяю. Делаю белым. Шрифт менять я не буду здесь. Вы уже это должны уметь. Я выставлю только размер. Например, такой. Ну и здесь уже зависит, как вы это видите. Как ваша фантазия. Где его разместить. Где он будет лучше смотреться. Палитру я перемещу пока. В сторону. Сюда куда-нибудь. Потому что на ее место мы будем делать сейчас с вами кнопку. В принципе, где вот он был раньше, мне больше нравился. Есть не столь важный. Тут уже вы сами уже у себя на вашем лендинге подгоните. У этого текста оставляем стиль абзац. То есть здесь мы ничего не трогаем. Если вам нужно выровнять по центру, по ширине, то вкладка текст вы уже должны знать, где это делается. Также ниже можете покликать. Инструменты повыбирать. Какой есть размер. Также смотрите с текстом. Если нужно сделать отступ слева и справа, ровный, да. То здесь есть вот такие элементы. Вот эти инструменты. Левое поле, правое поле. Именно стрелка, чтобы вот здесь была у вас именно посередине. Это значит идет отступ от края нашей синей рамочки. Которую мы уже потом визуально не видим. Но смотрите, если вдруг понадобится делать действительно рамку у текста, да. Это если взять инструмент выделения. Выделить наш текст. И обводку мы делаем какого-то цвета. То вокруг текста у нас будет обводка именно идти, где сейчас мы видим синюю рамочку. И в некоторых случаях нам не нужно, чтобы текст слишком сильно прилегал к рамке. Также и сверху можно отступить. Вот слева и справа ровный отступ. Это вот эти два инструмента. Стрелка посередине. Стрелка, если вот ниже вот эта вот стрелка наверху. Отступ перед. То есть он будет отступать именно верхняя одна строчка. Также здесь вот напротив отступ снизу. Ну и соответственно вот это 120% это движение текста, например, вниз. Весь текст отступить от верхней вот этой границы. Если это нужно. Ну и теперь кнопка. Вот это будет интересный для вас урок. Значит смотрите, берем обычный опять же прямоугольник. То есть видите, одни и те же инструменты, а практически делаем все что хотим, да, разные. Это мы с вами еще не рассматривали встроенные дополнительные возможности от Adobe Muse. Как галереи, всякие слайды, спойлеры, которые мы обязательно рассмотрим. Ну и просто, значит, я рисую приблизительно, какую я хочу видеть кнопку. Если там она длинная, высокая, толстая, всегда потом будет возможность подправить. Опять же, сейчас я взял прямоугольник. Но вот смотрите, как я вам уже говорил, что если есть возможность сделать текст и заливку, то лучше использовать один инструмент. Смотрите, то есть можно пойти двумя путями. Как пойдут новички. Они прямоугольником создадут кнопку, а потом сюда наложат еще инструмент текст. И уже получается кода в два раза больше. А мы можем использовать один инструмент и иметь и текст, и кнопку. Поэтому я беру инструмент выделения, этот элемент просто делит кнопкой на клавиатуре удаляя. И беру текст. И рисую точно такую же кнопку. Смотрите, можем сразу на ней что-то написать. Например, оставим купить. Делаю, например, жирным. И делаю размер побольше. Намного больше. Ну, например, 72 много, давайте 60. Смотрите, выделяю и делаю ее по центру. Так. И пока оставляем вот так, как есть. Беру инструмент выделения, чтобы я мог двигать ее, да. Ну и она слишком большая. Наверное, вот так вот пока оставим. Хорошо будет смотреться, например, если будут у нее небольшие скругленные углы. Здесь есть такие. Так. Значит, выделяем наш объект. И вот здесь вот есть такой инструмент. Можем сделать либо один угол скругленный, а остальные оставить квадратные. Либо два, либо сразу все. Как угодно. Вот этот инструмент. Раз, два, три, четыре, пять. Сразу видно, что здесь у нас поменялись вот эти вот элементы. То есть, вы поняли, да. Можно здесь делать именно, если это где-то нужно, например, только один какой-то угол. Или два, или три угла, чтобы были скругленные. Или все сразу. И сейчас у нас есть пять пикселей. Но если мы сделаем сейчас предпросмотр, мы с вами тут ничего не увидим, да. Только текст купить. Цвет у нас желтый. Я взял цвет также сначала из палитры. То есть, я выделил. Теперь я иду в заливка. Пипетка. И беру вот этот желтый цвет. Видно, кнопка у нас окрасилась. Ну и давай сначала закончим с цветом. Также надо, чтобы объект был наш выделен. Кликаю сюда по стрелке заливкой. И смотрите, у вас, скорее всего, будет стоять вот так. Нам здесь нужно немножко сделать его ярче. То есть, смотрите, вот здесь маленькая стрелочка, да. Мы выбираем вот HSB. И нижний маркер теперь делаем вот так вот темнее. Либо, например, сделаем вот этот средний. Так вот пожелтее, чтобы кнопочка была, да. Многие эксперты говорят, что кнопки landing page обязательно должны быть желтым цветом. Вроде как от этого зависит конверсия. То есть, конверсия увеличивается за счет желтой кнопки. Что такое конверсия? Вкратце, соотношение числа ваших покупателей к посетителям. То есть, на сайт, на ваш лендинг зашло 100 человек. Двое из них совершили целевое действие. Купили ваш продукт, например. Двое из 100. Соответственно, конверсия составляет 2%. Как подсчитывать конверсию? Да, это уже отдельная тема. В будущих уроках, возможно, дам такой материал. То есть, там прикручивается, например, Яндекс.Метрика. Настраиваются цели и так далее. Чтобы следить там через веб-визор, например, куда человек кликал, что он делал на вашем сайте и так далее. Опять же, настраивать, как бы отслеживать конверсию нужно только тогда, если вы даете платную рекламу. Например, в Яндекс.Директ. Так, мы с вами отвлеклись. Давайте сделаем файл предпросмотр. Что напрашивается, да. Текст выше кнопочку уже у нас. И правый край немножко тоже поджать. То есть, вот этот край. Да, если что, мы сделаем отступ. Что делаем? Смотрите, берем текст. Кликаем здесь. И нам нужен вот этот инструмент. И на нижнюю стрелку я нажимаю. По умолчанию 120%. Я сделал 112. Текст немножко поднялся. Давайте посмотрим, на сколько он поднялся. Краешек буквы У. Низко, да. Можно, наверное, еще приподнять. Так, вот еще я приподнял. Выбираю инструмент выделения, чтобы еще поджать немножко нашу кнопочку. Файл, предварительный просмотр в браузере. Вот уже достаточно симпатично смотрится. Даже, кстати, вот здесь купить, само слово блекло смотрится, да. Хотя черный цвет мы тут не используем. А здесь у нас стоит. В принципе, можно оставить только на кнопке, да. Чтобы было выделено. Или что-то поиграться. То есть я тут старался сохранить, значит, цветовую гамму, которую я подобрал перед тем, как создавать сайт этот лендинг пейдж. В принципе, крупно, видно. Но вот черное как-то более выразительно смотрится. Давайте в этом примере оставим. И здесь кнопка выполнена как бы в стиле таком лендинг пейдж. Видно, что как будто она такая 3D кнопочка, да. Снизу такая у нее видна толщину. Это ничто не есть, как простая рамка, но только внизу. То есть по краям здесь отключено. Сейчас я покажу, как это делать. Смотрите, выделяем наш объект. И обводка напротив кликаем. 1, 2, 3, 4, 5, наверное. 5. Если мы сделаем предпросмотр, то рамка будет вот такая, да. Нам нужно отключить по краям ненужную рамку. Смотрите, мы кликаем именно по слову обводка. Всплывает окно. Также здесь играем цветом. Сразу давайте поставим тот же желтый цвет. Только пускай будет темнее. Смотрите, выравнивать можно, значит, по центру обводки, по внутренней границе и по внешней. То есть, ну, здесь надо смотреть, как вам больше нравится, как лучше. То есть меняется просто обводка. Внутри, сверху, по краям. Я практически тут никогда не трогаю. У меня всегда стоит вот так вот. По умолчанию. Что нам нужно здесь сделать? Смотрите, вот здесь вот есть такая в середине цепочка. Мы по ней кликаем, чтобы у нас не двигались все вместе. Если я сейчас начну уменьшать с одной стороны пиксели, то уменьшится со всех четырех сторон. Поэтому мы здесь скрепочку расцепляем. Нам нужно только внизу оставить. И вот здесь есть рисунки напротив. Видно, что вот здесь вот это нижнее, да. И мы остальные ставим на ноль. А вот таким вот образом сразу смотрим в браузере. Вот видите, у нас с вами уже получилась такая симпатичная кнопочка. Здесь как-то не хватает интерактивности, что ли. Или я не знаю, как это правильно назвать. Живости. Смотрите, если взять здесь, да. Я навожу. И у нас она немножко затемняется. Можно сделать, чтобы она, наоборот, засветлялась. Или менялся цвет текста. Или чтобы она светилась. То есть, мы с вами это еще коснемся. Есть еще такое понятие, как... Смотрите, текстовый фрейм. Вот, крайний, да. То есть, смотрите, если мы кликаем прямо на слово стандартный, всплывает окно. И здесь у нас есть курсор над кнопкой, нажатая кнопка мыши и активная. Очень часто меняется именно вот курсор над кнопкой. Это значит, когда курсор человек навел на кнопку. И что мы можем сделать? То есть, мы кликаем вот по этому курсор над кнопкой. Вот. И здесь именно этому, как бы, элементу мы меняем, кликаем по заливке и меняем оттенок, например, или более желтый, или темный. Я не знаю, как лучше будет становиться. Вообще, слегка бывает добавляют. То есть, я надеюсь, я понятно здесь объяснил. Даже если сейчас я кликаю на курсор над кнопкой, мы уже в предпросмотре видим, что у нас затемнились те кнопки. То есть, нажатая кнопка тоже стала таким цветом автоматически. То есть, смотрите, чтобы лучше вам было понять, я наглядно покажу, что я сделал. Смотрите, кнопка такая же, да? Если я навожу на нее мышь, происходят вот такие вещи. То есть, уже видно действительно, что это такая кнопочка, да? Смотрите, что можно еще сделать еще здесь. Сейчас уже дополнительно даю материал, потому что здесь такого нет. Еще, кстати, поговорим об иконках на кнопках. Вместо иконок я использовал здесь такие вот стрелочки. Это как раз-таки тот шрифт иконочный, который мы с вами ставили в прошлом уроке. Ну, давайте быстренько пробежимся. Выделяю кнопку, и здесь есть кнопка эффекты. Также можно настроить прозрачность. Например, также курсор над кнопкой. То есть, например, чтобы она была немножко прозрачнее при наведении. Но здесь это не будет смотреться хорошо, поэтому курсор над кнопкой мы оставляем. Кликаем эффекты, тень. Видно, что у кнопки появилась тень. То есть, при наведении мыши сработает еще и тень. Тень. Выбираем цвет, какой нужен для тени. Непрозрачность тени. Ну, и тут уже дальше размытие, угол тени, смещение тени. Здесь уже индивидуально можете поиграться, поменять положение и посмотреть, как меняется тень. А сейчас на этом уровне предварительный просмотр. И так, у нас с вами сейчас тень идет. Смотрите, в любом состоянии тень есть. То есть, кстати, даже смотрится интересно. Может быть, даже я оставлю у себя здесь тень. Она смотрится более выразительно. Мне так больше нравится. У себя тоже изменю я. Так, я все-таки хотел показать вам не на стандартном виде, да? То есть, опять эффекты. Смотрите, чтобы не заботиться, значит, остаемся на позиции стандартные. Кликаем эффекты, тень убираем. Тень исчезла. Все. Если мы с вами посмотрим на курсор над кнопкой, тень есть. И сейчас предпросмотр и при наведении тень у нас появляется. Также можно сделать, например, еще свечение вместо тени. Значит, что мы делаем? Эффекты. Тень отключаем. Можно, конечно, и то, и то использовать. Но я не знаю, насколько это будет красиво, эффективно и так далее. Вот здесь есть два еще инструмента. Во-первых, можно сделать скос. Что такое скос? Можете кликнуть также и визуально посмотреть. Будет ли вам нравится это или нет? Подойдет ли вам это или нет? И также это сделать... Здесь, конечно, это смотрится некрасиво. Но вы теперь знаете, что есть такое. И вы сами решите, где это применить. Вот свечение. Это уже немножко другое дело. Опять же, цвет свечения. Любой абсолютно оттенок выбираем. И здесь еще можно сделать внутреннее свечение. И все это при наведении мыши. А можно сделать, чтобы это было и в спокойном состоянии. Вот, например, видите, светится еще. Вот такие свойства. Причем кнопкой любому объекту, например, да. Можно практически любому, да, задействовать такие элементы. Так, я, наверное, оставляю стандартную здесь тень. Смотрится симпатично. Кнопка более выразительная. Так, я забыл выставить здесь стандартное. Эффекты, тень. Все, у нас кнопочка такой и осталась. Теперь давайте прикрутим иконку к кнопке, да. Нам, наверное, скорее всего понадобится немножко расширить это дело. Чтобы у нас было место для иконки. И мы с вами берем, значит, это же у нас с вами блок именно текстовый. Поэтому мы можем в самом начале, два раза кликнув по этому блоку, чтобы у нас автоматически курсор вот здесь начал мигать, значит, мы можем здесь писать. Мы с вами здесь сначала кликаем по шрифтам и выбираем Big Boss Icon. Как вы помните, да, это иконочный шрифт. А теперь кликаем по глифы и уже на ваше усмотрение, какая иконка здесь может подойти. Ну, часто бывает это, например, если эта кнопка перезвонить вам, то нужна иконка телефона, да. А так можно, в принципе, какую-то стрелку использовать. Например, возьму вот такую. Все, глифы закрываем. Наша стрелка здесь стоит. Вот, ей меняем либо цвет, либо, если хотите, можно здесь сделать меньшего размера. Причем размер текста остается 60, а именно иконка 48. Ну и, наверное, скорее всего, придется менять цвет. Такое окно всплывает, если мы на шрифты используем такие инструменты, типа выделить жирным. Так что смотрите сами. Как бы оно особо никак не влияет, но это окно все время будет у вас выскакивать. Его, наверное, где-то можно отключить, но я не занимался этим вопросом. В общем, смотрите сами. То есть какой здесь... Черный здесь как-то он не напрашивается, да. Может быть, можно взять цвет. Так, здесь мне не дает. Мне надо палитру немножечко опустить ниже. Я хочу взять крайний цвет из палитры. Так, я опять выделяю нашу стрелку, кликаю по цвету, пипеткой и беру из палитры последний наш цвет. Да, он тут выбран не зря. У меня обложка диска примерно такого же бордового цвета. Опять же, здесь надо посидеть, поиграть с цветом, посмотреть, как лучше смотрится. То есть этот цвет здесь тоже не совсем подходит. Решать, в общем, вам. Вот в моем примере это выглядит вот так. И текст, и стрелки одного цвета. Просто с двух сторон я вставил данные стрелочки. Абсолютно тем же шрифтом. В данном примере я пока не буду использовать здесь никакой иконки. А вообще, я рекомендую использовать, потому что это симпатично, и кнопка смотрится намного лучше. Оставим пока так. Вот, в принципе, мы с вами и закончили оформлять первый блок. Он у нас полностью готов. Если мы будем делать по нашему примеру, да. Что касается самой кнопки, куда должна она вести. Можно, конечно же, подумать и как-то прикрутить, там, я не знаю, платежную систему от Яндекса. В самом Muse можно прикрутить PayPal. Опять же, PayPal-аккаунт нужно настраивать. И PayPal это больше для зарубежной аудитории, нежели для России. И для России свойственно, типа интернет-магазинов, где можно использовать много платежных систем для удобства пользователей. То есть, как оплатить, да, ему ваш товар или услугу. Есть, конечно же, для Muse и такие, типа, интернет-магазины, но они, конечно же, платные. И в узкой нише могут пригодиться, если у вас, там, не знаю, не больше 10 товаров, которые руками вы будете править, если вдруг у вас меняется цена, да. Как использую я, у меня отдельный интернет-магазин на уже целой системе. То есть, у меня движок для сайта, Joomla, да, и у меня прикручен там полноценный интернет-магазин. То есть, я на кнопку просто вешаю ссылку на свой магазин. Но, опять же, здесь можно сделать еще другим путем. Много всяких сервисов, например, известный сервис Gloport. Если вы не знаете, то в поиске Google наберите gloport.ru и прочитайте, что это такое. Они предоставляют свой интернет-магазин, и вы свой продукт можете подключить к их системе. То есть, человек, перейдя по кнопке купить с вашего лендинга, попадет сразу на страницу приема платежей, и эти средства пойдут в ваш личный кабинет в системе Gloport, где вы эти средства потом выведите либо на WebMoney свой кошелек, либо на Яндекс.Деньги, либо на Kiwi. Такие вот есть варианты. Как повесить ссылку вообще на любой объект? Мы выделяем наш объект. После того, как вы выделили объект, смотрим опять на верхнюю панель, и ищем вот такой вот гиперссылки. Добавить или фильтровать. Кликаем вот по этому списку, и вот здесь вот, значит, где у вас мигает курсор, просто вставляете ссылку, которая вам нужна, и Enter. Все, мы ссылку привязали к этому объекту, то есть к нашей кнопке. Еще можно кликнуть по рядом именно слово гиперссылка, и поставить открыть ссылку в новом окне. Вот здесь галочку, чтобы в новой вкладке открывалась ссылка, которую вы указали на кнопку, и, соответственно, текстовая подсказочка. Вот здесь вот можете от руки что-то написать, то есть при наведении будет всплывать подсказка, то есть которую вы написали вот здесь. Вот таким вот образом. На этом я заканчиваю данный урок, и увидимся в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пэйдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пэйдж, делайте их круто! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok